В иерархии стиля костюм является лучшей визитной карточкой любого мужчины. Сегодня выбираем главный его элемент – пиджак. Для пошива пиджака используются различные ткани – чисто шерстяные, полушерстяные, льняные, синтетические, ткани с хлопка. Самым прочным и устойчивым к деформациям и заломам материалом для изготовления пиджака классического кроя является шерстяная ткань. Основным показателем ее качества является коэффициент кручения нити. Он имеет цифровое значение, обычно от 100С до 180С, и обозначает, сколько километров нити получается из одного килограмма шерсти. Чем выше цифра номера пряжи, тем прочнее нить. Также ткань с высоким кручением нити удивительно тонкая и легкая, поэтому и стоит недешево. Если уж вы приобрели вещь из натуральной шерсти, не забывайте давать ей отдыхать, тогда она прослужит вам долгие годы. Отделка пиджака может немало сказать о производителе и о качестве потенциальной покупки. Следует знать, что первоклассную модель определяет ручная строчка отделочного шва на лацканах и бортах, контрастные рамки карманов подкладки, фигурный крой подборта и специальная контрастная подкладка рукавов, подкладочная ткань из вискозы, а также декоративный кант, окаймляющий подкладку пиджака. Если исполнение каких-либо деталей вас настораживает, смело задавайте вопросы продавцу-консультанту. Следует помнить, что даже пиджак из дорогой ткани и с правильной отделкой может сидеть на вас неуклюже, если он не по фигуре. Естественная посадка прежде всего зависит от верно подобранной длины вашего пиджака. Она может быть разной, но классическая модель традиционно должна прикрывать ягодицы. Отклонение от этой нормы чревато визуальным сокращением роста. Следует помнить, что спортивные пиджаки в сочетании с широкими брюками могут быть короче стандартной длины и также уместны. Хорош будет и рейдингот длиною до колена в сочетании с узкими брюками. Верхняя часть пиджака должна облегать спину, при этом недопустимо образование морщин и складок. Следует знать, что существуют модели с одной и двумя шлицами. Если вашим ягодицам не хватает объема, то лучше выбирать модель с двумя шлицами. А чтобы скрыть лишнюю полноту, отдавайте предпочтение пиджаку с одной шлицей. Так ваша спина будет казаться более ровной. Помните, что рукава должны быть до основания запястья при опущенных руках, а рубашка выглядывает из-под вашего пиджака на 1-2 см. Теперь вы будете чувствовать себя более уверенно при совершении покупки и избежите излишних трат.